И вот еще раз мы о чем говорим. О том, куда вы можете приехать. Улица Клинкерная, 22. Наехать и найти никаких проблем не возникает. Если вы в интернете смотрите, то же самое. Выезд в сторону ЦЭМ завода или возвращаясь к нам в город Магнитогор со стороны Белорецка. Разницы нет никакой. Вы мимо этого места не проедете. Вы проезжаете сюда и покупаете то, что естественно работает для вашего автомобиля, потому что не существует нейромающихся машин. Все они ломаются. Так зачем бы ставить новое, я не понимаю. И вот вам то, что я показывал, а вы забыли. И сейчас все от первого лица. От того, кто с молодых корней как был, так и остался с любимым автомобилем на ты. Это я про себя говорю. Достанут меня, поеду, научусь разбирать коробки автомат. И делать это буду не спеша. А в остальном, я не просто люблю автомобили, я их обожаю. И после сына самолетов и на третьем месте мои машины. А теперь вопрос на засыпку. Вы часто таких видите? Понимаете, какая ситуация? Проехав более двух миллионов километров, разбираясь со всеми машинами. А много ли таковых на ТВ? Очень, очень мало. Мало того, я смотрю все и знаю английский. То есть не надо на меня наезжать. И это не ваше правило. Но сегодня мы поговорим о том, как быстро и качественно восстановить авто на авторазборе. К слову, здесь в огромном количестве новые запасные части. И это все на выезде в сторону Белорецка. Не видели вы, да, что за моей спиной? А сейчас увидите и возрадуетесь. Возникает дивная проблема. Проблем их несколько, да? Я был на заправке. Мне сказали, что у них машины не гниют, потому что они в оцинковке. Я знаю одну машину, она была в оцинковке. А все остальное, это далеко не оцинковка. Это была Шкода Октавия предыдущего поколения. Сейчас все уже, все проехали. И вы что, ребятки, видите, что вы на машине ездили долго и бесконечно? Да ну нет, конечно, пацаны. А иначе кто будет продавать автомобили? Раньше был срок 10 лет. Сейчас гарантия кончилась. Покупай новые. Вы не знали, я это знаю. И все это сыплется от года 1995. Хотя, по сути, ситуация ухудшилась ранее. Я решил поменять пороги. Они все сгнили, естественно. Я думал, ёпсель ты, мопсель. Машина же ничего не видела, только по России бегала. Так вот, сгнили пороги. Ладно, хоть у нас магнитогорский металлургический комбинат есть. Я эти пороги аккуратненько сделал. Вырезал, поставили. Прошлое просто все убрали. Теперь возникает вопрос другой. Я попросил, думаю, дай перекрасим на всякий пожарный, да? То есть перекрасили. И мой Форд Таурус. У него двери все задние и одна часть боковая. Они все были разного цвета, представляете, да? То бишь, его просто... Ну, видать, была такая ситуация. В Америке его хлопнули, да? По дороге его, естественно, в Америке сделали, сюда перегнали. Я даже этого не видел. Я потом посмотрел и сказал, вот это да. Вопрос номер три. А, сейчас вот это будет жесть. Это я про сказки. Нет машин не гниющих, нет и все. Лапшу на ушах снимать умеете? Снимайте сразу. И говоря о Кубе, ладно, хоть там рамы есть. Рама переваривается просто. Кузов приподнимается и варите. Сложность есть, но их немного. А затем меняйте пороги, днище. Варите арки колес. Потому что это металл, а он, сори, но гниет. А пластмасса после гарантии рассыхается. Поехал за ВАЗ-21099. Серебристый, снежная королева. Вау, цвет был просто. Так я приехал. Сейчас терпите, спокойненько. Я приехал, в деревню съездил там. Потом уж потихонечку проехал. И вы знаете, яма была никакая. Просто никакая яма. Потом еду, слушаю, что-то у меня спереди. Брык-брык. Брык-брык. Оказывается. Держитесь, 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 господа мои. То есть не был приварен телевизор к раме. Вау, крутизда, да? А это тоже тема весьма интересная, да? Вы говорили, что вот есть такая хорошая машина, которая сварена аж лазером, да? Ничего не знаете? Ну, я вам расскажу, что это настоящий народный автомобиль. Так вот, недавно оказалось, что это даже народный автомобиль. Лазером его невозможно так сделать. Теперь другой вопрос. Вы там говорите, что там пятое, десятое оцинкованы и все остальные дела. Я говорю, ребят, в месте сварки идет перегрев. В отличие от машин, которые эксплуатируются, запчасти здесь не подвергаются внутреннему и наружнему износу. То есть разные вещи случаются, но все хранится достойно. Солей гадостливых, коими пропитаны дороги России, на протяжении 8 месяцев нет. И, к слову, что любую машину, в принципе, восстановить, используя бэушные и запасные части, можно быстро. К слову о моей машине. По сути, от родного Тараса мало что осталось по приезду в Россию. Но я на нем хочу 22 года. Если что, и он мне нравится. Вы смотрите программу Автостоп. Но чтобы вы поняли, да? Часто ли я вам показываю сервисы? Господа мои, после того, как я решил все делать своими руками, это вам еще надо очень сильно постараться, чтобы я вас показал в действительности. Да, 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 да. Зато я показываю тех товарищей, которые разбирают машины. Они разбирают это все изумительно, грамотно и ровно. В некотором случае отдельные вещи, ну, допустим, блызовалась коробка. Ну, или там рулевые тяги разкоцаны. Это все, естественно, сразу же металлолом. Ну, другого варианта нет. Но остальные части, да, они ждут вас, господа мои. Но блызнулась дверка. Да зачем вам надо новую покупать? Бэушную взяли. В принципе, здесь можно все и собрать. Из-за ничего сделать отличный автомобиль. Главное, чтобы у вас было правило. То же самое, если вдруг с двигателем что-то случилось. Вот, прямо передо мной большое количество иномарочных двигателей. Ставьте, ездите. Ну, смотрите. То есть, вы купили машину. Я не буду говорить. Хотя иногда такое случается, что и новые блызнутые движки получаются. Это обыкновенная ситуация. Мне как-то говорили, что двигатели не ломаются. Ну, я сделал, естественно, материал. Но оказалось, что двигатели ломаются, это такая же штука. Бывает и такое, поверьте мне. Масло стало есть. Или еще чего-то. Или еще что-то. Бывает, что там развернулось. Ну, зачем покупать новые, когда покупаете бэушные? Берите здесь. Двигателей очень-очень много. Ставьте и катайтесь. Тем более, ну, насколько я сейчас понимаю, да, в некоторые машины, допустим, в американские машины, да, там вообще не существует. Ладно, американских машин не существует в природе. Но с другой стороны, здесь вы покупаете двигатель с... Со справкой с счетом. То есть покупаете, ставьте. Потом уйдете в ГАИ, перерегистрируете, никаких проблем нет. И уж не будем мы говорить о тех вещах, которые здесь также разбираются вот этими человечками. То бишь, мне говорят, что у нее облызнулся, допустим, передний привод, шрусы. Так зайдите, посмотрите. Аккуратнейшим образом. Все это дело вы померяете. Возьмете себе то, что нужно и поставите. Зачем покупать новое? Я не понимаю. Теперь другая лапша на ваши уши. Сваренное не есть айс. Вот только машины без сварки не ездят. То есть выкиньте бред сивой кобылы по основным каналам. Все машины варятся. Лучше для кросса варятся больше. А как вы туда раму внутреннюю воткнете, а? Найдите нормального сварщика. Найдите нормального маляра. Восстанавливайте и делайте так, что через 30 лет все скажут, что имеет такую машину. И это ваше удовольствие. Не говоря уже о том, что лучший вариант моторов и подвески ставится с завода. И поверьте, он здесь есть. Помнится, о многих вещах я говорил. И в очередной раз, как вы понимать должны, я же не уникум какой-то. Я обыкновенно такой же человек, как и вы. Господи, боже мой. Да разницы никакой нету. Что вы, что я. Просто я говорю, я делюсь с вами своими тараканами и косяками. Вот, наверное, в этом-то моя и проблема. Хотя, с другой стороны, если я не буду делиться с вами своими тараканами и косяками, зачем я вообще нужен? Или вы думаете, что телевидение все такое? Да нет, конечно, ребятки. Нет, нет, нет. Вот. Мы с вами говорили о стартерах. Генераторах и все стартеры. Так вы зайдите сюда и посмотрите. Тут этих стартеров очень много, поверьте мне. Не стало говорить немножко другие вещи. То бишь, господа мои, если у вас с головой все в порядке, я про мужиков говорю, аккуратненько сняли генератор. Стартер. Посмотрите. И вы наверняка найдете себе то, что доктор прописал. По одной простой причине. Я вам еще раз говорю. Машин во всем мире, ну, скажем так, чуть меньше, чем человек. То есть будем говорить, что при населении всего мира 9 миллиардов человек, я вам скажу, что машин во всем мире 2 миллиарда. Вы понимаете? Я не буду говорить, что у первого. У каждого есть, у некоторых, у товарища есть побольше машин, естественно. Ну, будем говорить, что от 2 до 3 миллиардов автомобилей уже существует. И вы что думаете, что только производитель отдельных машин продает запчасти? Да бред, да бред, да бред. Зайдите сюда и посмотрите. То есть, в принципе, вы можете себе, либо подобрав, либо сделав что-то другое, вы можете себе генераторы, стартеры поставить. Никаких проблем нет. Я вам не буду говорить, что только один человек это все дело делает. Нет, далеко не один. Просто посмотрите и сделайте. Это можно сделать. Люди же это делают. Вы-то что, по-другому, что ли, головой соображаете? Да нет, мы так же соображаем головой. Мы просто не понимаем, что это можно сделать здесь, в авторазборе, на улице Клинкерная, 22. Ну, Клинкерная, 22, вы думаете, где это? Я уже не говорю, что это где. Я показываю, что вы ездите в сторону Белорецка и даже не доезжая до поселка, вы видите налево. Вы поймите, здесь пятерочка. И это тоже подразделение. Вот это ваше место. И прежде чем вы будете покупать что-то, давайте все-таки обратим мнение к тому, что в вашем мозгу находится. Зайдите, приедете и посмотрите. Возможно, возможно, а может быть даже вы себе это возьмете здесь. Ну, что у вас там сложно. Вот смотрите, вентиляторы, да? Вот он так вставляется. Ну, посмотрите, вдруг получится. Почему нет? Это одна из частей, то, что вам необходимо. Не говоря о том, что здесь есть машины, ну, в которые в попу въехали. И у них даже радиаторы целые. Зачем покупать и тратить деньги? Ребят, во всем мире вот эта штука, она работает везде. Уж поверьте мне, я очень много по миру тут покатался. Я всем говорю, что есть такие вещи, подразделения даже, мне говорят, что в Таиланде машины не делаются. Делаются, также берут зад, берут сперед, и вы ездите на качественно проваренном и сделанном, но своем, любимом и не таком уж дорогом автомобиле. Это все очень хорошо. Мало таких мест в Магнитогорске. Да постойте, а если подняться на второй этаж, то таких мест просто нету. То есть авторазбор, а найдите побольше. Второй этаж, а найдите еще. То есть город реально маленький, но он мне нравится. Какой-то хоккеист Забугорный сравнил его с Москвой, например. Я не хочу ехать в Москву. Я люблю магнитку, проехать которую можно за 12 минут. Я люблю этот центр 999 на выезде в Белорецк. Потому что все машины, продающиеся здесь, их много. Много БУ и много нового. То есть прежде чем рысачить по конторам города, коих всего 10 или 15, я бы вам рекомендовал приехать сюда. Уж поверьте, собрать воедино любую машину здесь можно. Сделать быстрее, по цене и качественнее, чем где-либо. И вот о чем мы сейчас будем говорить. Иногда такое случается, что вы хотите купить запасные части, но внезапно оказывается, что запасных частей нету и надо необходимо очень долго ждать. Я говорю про те машины, которые реально распространены. Да, сейчас нет у нас американских машин, но зато в большом количестве японские, китайские, корейские и западногерманские машины. Ну, в смысле, германские машины. Ну, там еще и Франция немножко присутствует. Возникает вопрос, как я вам уже вначале сказал, о том сервисе, где это все будет делаться. Если это качественный сервис, то вопросов даже не возникает у вас никаких. Приезжаете сюда, на улицу Клинкерной, 22, выезд очень простой, в сторону Белорецка, выезжаете, ну, по старой дороге, не по новой дороге, по старой дороге. То есть, получается, после поворота на Кипитку, если вы не понимаете, польский городок, знаете, где располагается? Вот сюда налево. Если вы выезжаете оттуда же, так же можно проехать. И проехать дальше не получится, потому что вы сюда и упираетесь, так же, как ехать вы отсюда, и сюда без разницы. Если мимо Клинкерной, 22, вы не проедете это физически, невозможно. Если будете очень сильно интересны, я уж вам потом сделаю сюжетик такой. У меня есть эти квадрокоптеры, красивые, да-да-да. Я вам просто покажу, взлетну и опущусь. Но это чуть позже будет. То бишь, покупайте все здесь, это есть в наличии. Посмотрите второй этаж, все, что угодно для вас. И это есть. И давайте определимся с ценой вопроса. В некоторых случаях, допустим, когда у вас сказка, и когда все остальное, ценники вам выставляет компания, вы где купили свой автомобиль. Ой, какие там недешевые ценники. Пускай, пускай, пускай. Так оно и будет. Пускай они выставляют. В любом случае, вы машину можете забрать. В любом случае. Даже если по ушам будут проезжать, это все бред сивой кобылы. Когда они оценят, забираете машину, берете все здесь, ищите очень хорошего и грамотного сервисмена. Один из них я вам уже показывал, где находится. Других я пока еще даже не знаю, кто это будет делать. И спокойненько все это вы здесь покупаете. Ну, скажем так, процентов так на 150, может быть, на 100 дешевле, чем это оригинал. А может быть, еще и 200 раз, а может быть, 400 раз. Все зависит от комплектации. И оставшиеся средства вы можете потратить на что-нибудь другое. Потому что, купив все здесь, поставив все, о качестве вы не потеряете, не беспокойтесь. Если качественный специалист, он хорошо сделает все. Ну, а средства, которые вы сэкономили, почему нет? А вы что думаете, что я так сильно люблю страховку, что ли? Нет, ребята, если бы не было страховки, тот человек, который врезался в мой Мерседес 600, он бы реально попал. Да, 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 да. Ну, видите, страховка. Ну, да ладно, не в том суть дела. И вы получаете результат. И получаете свои дополнительные деньги. Что, кстати, очень необходимо для тех, у кого машина в кредит купленная. Так вы представляете, да, лишние 150 тысяч за кредит отдали. А? Нормально? Хорошая тема, да? Очень интересная тема. От себя я с вами этим делюсь.